Алексей Рыженков продолжил династию железнодорожников. Его отец и дед всю жизнь проработали на Донецкой ЖД, так что вопрос с выбором профессии решался недолго. Алексей закончил железнодорожный институт и начал работать дежурным на промежуточной станции. Через год, набравшись опыта, перешел на должность диспетчера. Стремление молодого специалиста не осталось без внимания. Теперь он координирует деятельность всех служб дороги. Говорит, работа интересная и ответственная. Хотя от ошибок никто не застрахован. Но если возникают сложности, всегда найдется кому помочь. Работа такая нестандартная. Она требует принятия решений мгновенных. Тут нужно, как говорится, оперативное мышление. То, что необходимо принимать в нужный момент. Это потом, конечно, можно определить, ты принял правильное решение или неправильное. Но это видно уже на протяжении, спустя час-два нужно принимать эти решения мгновенно. Несмотря на кризис и массовые сокращения, на Донецкой ЖД ведут другую политику. Только с начала года на работу приняли около 500 выпускников отраслевых вузов. Это не прихоть, а необходимость, считают на предприятии. Модернизация производства, внедрение электронных систем требует другого мышления. Вопрос о наложении кадров, он приоритетный по основным причинам. Железная дорога развивается, развивается автоматизация, развиваются вопросы кадровые и другие. То есть подход к работе меняется, потому что изменяется время. И именно молодые специалисты, которые уже знают больше, знают больше в автоматизации, компьютеризации предприятия, нам очень выгодно, чтобы они к нам попадали на предприятие. Сразу молодые специалисты проходят стажировку. Здесь и определяется перспектива дальнейшего профессионального роста на предприятии. А производственно-технологическую практику на железной дороге с начала года прошли более 800 студентов. Кроме этого, до конца года 1300 руководителей и специалистов Донецкой железной дороги пройдут обучение на курсах повышения квалификации в профильных вузах. Наталья Некрасова, Алексей Лугвин, Панорама.